Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня, по-моему, 9 апреля, и сегодня у нас будет домашнее видео. Постараюсь снять наш день, чем мы занимались, что новенького. В общем, кому интересны такие видео, оставайтесь с нами. Думаю, что будет интересно. Интересно. Приехал Лёшек, сейчас пошёл в магазин за водичкой газированной. Ну и так там по хозяйству посмотрит, чего купить. Сегодня у нас планируется шашлык. Правда, не знаю, как получится с погодой. Как-то пасмурно. Лёшек очень часто приезжает, и почему-то портится погода. Всё время, вот, три дня было солнышко, а сегодня пасмурно, и как бы не пошёл дождь. Вообще, конечно, планируем. Я вчера замариновала курочку. Ну, уже мы с дочерью жарили. Я, к сожалению, не сняла это видео. В общем, понравился нам шашлык именно из курицы. Мы тяжёлое мясо, говядину, свинину практически не едим. Вот, понравился шашлык из курочки. Так что, если не пойдёт дождь, обязательно пожарим с вами шашлычок. Я постараюсь, наконец-то, это заснять. Ну, а сейчас немножко новостей. Пока Лёшек ходит там, пока мы не вышли на улицу, я вам расскажу, какую посылочку я получила. И скоро начну плести подвесные качели или подвесное кресло макраме, которое в виде шатра. Оно так и называется. Подвесное кресло шатёр. Вот, так что не отключайтесь. Я думаю, что будет интересно. На днях я получила посылочку от магазина Т-Декор. Но на площадке Валберис вы найдёте этот магазин как нить добра. Всё-таки, помните, в прошлом видео я говорила, что будет пряжа такого ярко-горчичного цвета. Но в итоге оказалось, что пряжа это есть только 4 миллиметра. Мне нужно было для моего кресла 5 миллиметров. И поэтому всё-таки остановилась я на вот этом естественном цвете. Так, давайте включим. Добавим немножко света. Сейчас я вот так вот. Вот, очень удобный этот, это бра. Вот. В общем, кресло, подвесное кресло будет из этой пряжи. Это наш российский производитель. Магазин на площадке Валберис называется Нить Добра. Пряжа по доступной цене дешевле, если честно, я не видела пряжей или шнур для макраме без сердечника, друзья. Спасибо за ваши комментарии, что кресло из этой пряжи лучше бы плести из гамакового шнура. Но я посмотрела на него цены, друзья. Цена кусается. Да, вы пишете, что это гамаковый шнур, он не растягивается. Но я нашла одно видео, как решить эту проблему, чтобы кресло имело стабильный вид. Ну, то есть, не растягивалось. То есть, в стропы, в несущие, так скажем, стропы, на которых держаться будет это кресло, я в основу их в плиту. Либо гамаковый шнур. Наверное, правильно, гамаковый, а не гамаковый. Вы уж простите меня. Гамаковый, гамак, гамаковый, да. Вот. В плиту этот гамаковый шнур. И я думаю, что мое кресло в таком случае не растянется. Самое главное, вот это вот, эти нити, которые будут держать это кресло. А вот этой нитью я оплету, естественно, эти, ну, как сказать, несущие эти ленты, как они, стропы называются, да, как-то так. Я, простите, еще мало владею техникой макраме. Поэтому не знаю еще четкие эти названия. Вот пряжа, которая, которую Антон мне высылал из этой нити добра, из которой я плела совенка, она 4, ой, вернее, да, наверное, 4 миллиметра. И вы знаете, разница есть. И пряжу, которую я получила вот буквально на днях, кстати, посылочка очень быстро пришла, она 5 миллиметров. Но у меня от совенка осталось еще 2 моточка, да, в принципе, и с запасом пряжи. Я, в общем, заказала 1200 метров. Мне пришло, смотрите, раз, два, три, четыре упаковки, по, то есть, 12 и еще одна, 13, то есть, 1300 метров. Вот в этом моточке 100 метров. И еще положили мне вот такой красивый винный цвет, просто обалденный. Посмотрите, несколько еще оттенков. Может быть, я сплету какой-то коврик или подушечку. В общем, обязательно зайдите по ссылочке в этот магазин. Посмотрите, какие там оттенки. Вот такой оттенок. Они все между собой, сейчас я покажу, они все между собой сочетаются. Кроме того, у меня еще осталась пряжа с прошлой посылочки, вот такая. Посмотрите, какой переход будет просто шикарный, просто шикарный. С плиту, скорее всего, еще один коврик. Вот, вот такая красота. Я очень благодарна магазину Т-Декор с их собственным производством, которое называется Нить Добра. Давайте поддержим, друзья, нашего российского производителя. Сейчас вам еще покажу. Лешик привез пока вот это верхнее кольцо. Заказывала я на Авито. 2300 рублей обошлись мне два вот этих стальных кольца. Здесь, по-моему, 2 миллиметра сталь. Потом она окрашена. Вот, вот маленькое кольцо. Лешик мне уже привез. Это кольцо 40 сантиметров в диаметре. Второе нижнее кольцо пока еще в Москве. Там метр десять в диаметре. Вот такое шикарное будет кресло-шатер. Вот, я это кольцо сейчас еще обмотаю скотчем. Хоть оно и покрашено, но поскольку кресло будет висеть на воздухе, на природе, в нашей новой терраске, которую мы собираемся... Вернее, не терраска, а беседка, наверное. Ну, пусть будет терраска. Вот, которую мы собираемся еще только сделать. Кресло уже будет готово. У меня всегда так. Начинается все с пояска, а потом появляется шуба. Это я так утрирую. Так вот, сначала появится кресло, а потом появится терраска. Вот такое крепление Лешик мне привез. Это крепление для того, чтобы я смогла плести кресло. Уже на матрасике не получится плести. Здесь нужно, чтобы это подвешивалось. Планирую я вот эту штуку. Попрошу Лешика. Сейчас он мне вот здесь вот вкрутит вот эту петлю. И вот здесь вот в проеме, во-первых, здесь низкий потолок. Это наша уже пристроечка в доме. А здесь идет... Это был раньше вход в дом. То есть пристройки этой не было, и это был вход в дом. И наш дом из сруба, естественно, здесь идет бревно. Очень хорошо, я думаю, это все сюда вкрутится. И вот здесь я буду плести свое кресло Макраме Шатер. Ну, а теперь давайте плавно покажу, что я придумала. А придумала я вот такой красивый коврик для нашей Кармен, которую мне нарисовала дочь, и для нашего Хосе. Под яркие губки Кармен родился вот такой вот красивый коврик. Посмотрите, какая красота! Вот такое яркое-яркое солнышко. Значит, как вязатели плести вот этот коврик, мы с вами уже есть на канале. Это тоже моя выдумка. Сначала вяжется гибкий шнур, который потом между собой сшивается иглой. А вот это я уже добавила вот сюда, вот такую красивую технику Макраме. Что я делала? Я вставлю вам фото. Я просто цепляла нити вот сюда, за петельки к этому кругу, и плела потом обычные плоские узлы, которые превратились вот в такое замечательное кружево, вот в такой цветочек. Здесь всего несколько рядов. Вот раз, два, три ряда плоских узлов. Ну и, как лучики у солнышка, здесь по четыре плоских узла, потом вот вниз. И обрезала, вот такие хвостики остались. Вот такая красота получилась. Ну, не правда ли, друзья? Конечно, вот этот зеленый цвет может здесь и выбивается. Ну, то есть, если бы оно все было вот в таком вишнево-красном цвете, смотрелось бы по-другому, поверьте, друзья. Ну, а так вот получилось. Это моя проба пера. Я даже хотела этот зеленый цвет просто покрасить краской специальной для ткани. Но Лешик пришел, сказал, что, Лен, не надо. И так все очень красиво и хорошо. Сейчас я камеру переведу на нашу Кармен. Вот так вот это смотрится. И обратите внимание, здесь у меня появилась стена из вот таких. Это как стена экспонатов моих сумок. Вот эта сумочка очень хорошо смотрится с этим совенком. Вот, кстати, вот эта пряжа, вот эта нить 4 миллиметра. Хотя цвет один и тот же, но явно видно, что при сравнении я поняла, что эта пряжа действительно тоньше. А вот то, что выслали мне для кресла, она на миллиметр толще, то есть 5 миллиметров. Вот эта авоська также, кстати, вот на базе вот этого рисунка, видите, да, здесь плоские узлы. Вот. А потом расходятся вот в такое более рыхлое полотно. Вот на базе вот этого рисунка родилась у меня идея вот с этим красивейшим ковриком. Чем хорошо, друзья, сейчас я вам покажу. Вот есть у меня вот такая... Так, сейчас уберу кошачью. Это у нас шпулька здесь кушала. Не мешалась в кадре. Вот, посмотрите. Вот этот стульчик, он вообще покупался для улицы. Ну, пока здесь применяем его в доме. И вот этот вот кругляшок, он как раз вот прям по этому размеру этого стула. Ну, он ёрзал, так скажем. Он маленький, да, маленький диаметр. И вот, когда я сплела вот это кружево макроме, посмотрите, как красиво это стало лежать. И он, как так скажем, ну, меньше двигаться, что ли, стал. Можно к ножкам вот здесь вот просто его ещё вот так зафиксировать. Вот с той стороны стула. И будет вообще красота. Обычные, друзья, плоские узлы. Я ещё сделаю один такой коврик, но только чтобы он был приблизительно в одних тонах. Вот здесь, конечно, лишним выбивается вот этот зелёный цвет. Ну, а может быть и замечательно. Так, я вижу, там идёт Лёшик. Мань, ты Лёшика встречаешь, да? Вот здесь вот сумочку повесила. Вот здесь вот освободила шкафы. И, в общем, получилась такая демонстрация моих сумок ручной работы. Вот эта сумочка, кстати, вот эта сумочка из салфетки тоже высылал мне «Т-декор». Т-декор. И салфетка эта превратилась вот в такую красивую сумку с бирочкой хэнднейт. Вот. Ну и дальше вот стена тоже продолжается. Стена из вот таких красивых поделок. ну и сумочек. Вот так вот используется пространство. Так. Там уже коты встречают, уже чувствуют, что сейчас откроется дверь. не они. Что? Нет. Наверх не пойдешь, Кузьма. Нет. Нет. Туда не надо. Он до сих пор все просится на чертак и кричит не своим голосом. Постелила я пока вот сюда вот этот коврик. Его очень любят коты. И на вот этой спинке дивана они сидят, смотрят в окошко. В общем, постелила им сюда вот этот коврик. Вот. Да, Пусечка? Любишь коврик? Покажи, как ты любишь сидеть. Да, да, да. Маня. Лешек идет, да? Лешек идет. Да, да, да. Очень любят коты с почему-то вот это окно. Маня, что ты там увидел? Что ты кланишься? Что ты как попугай? Что это такое? Манька, что ты там увидел? А? Маня. Вчера, друзья, сажала лук. Выйдем на улицу, я покажу вам. Пришла домой, болят ступни. Короче, достала вот эти вот мячики для стиральной машины. Машина, они пластмасса, вот с такими шипами. И вот так вот здесь сидела на диване, брала этот мячик и вот так вот катала. Какая красота, друзья! Сделала себе массаж, наверное, минут пять вот так вот посидела, покатала этот мячик и все налаживается. И прям намного легче. Так что я их сейчас не убираю, прям вот оставляю здесь, потому что здесь коврик, диван и очень удобно сидеть себе, делать массаж. Так что, Кузьма, тебя на фоне этой черной двери и не видать. Лешик, наверное, я видела, что пришел, пошел, наверное, в агарот смотреть на фронт работ. Мы сегодня хотим спилить, опробовать сабельную пилу, до конца спилить тот клён, который я по осени спилила, завалила. Вот так вот мы открываем дверь. Вот так вот прыгаем, поэтому приходится закрывать на ключ. Покажи, Кузьма, как ты открываешь дверь. Покажи, как ты прыгаешь, как ты на ручку прыгаешь. Покажи нам ещё раз. Вот только Кузьма у нас так может открывать дверь. Вот. И сегодня там одна ветка осталась, значительно такая внушительная ветка. В общем, попробуем эту сабельную пилу и будем опиливать это дерево. Вот ещё вам хочу показать. Помните, я говорила, если остаются остатки пряжи, вот можно использовать. Вот этот коврик стал ну как бы завершённым, что ли. Вот эти остатки пряжи, которые остались при плетении совёнка, я из этих остаточков сделала вот такую прекрасную бахрому для вот этого коврика. можно из этих остатков пряжи, если их пристрочить на машине, ну, в общем, наволочку пошить такую, наволочку ёжик, что ли. Просто остаточки пристрачиваем, заворачиваем, следующий ряд вот так пристрачиваем, заворачиваем и получится отличная подушка декоративная для дивана. Кстати, вот эта подушка сшита из полотенца, а вот эта вторая часть это опять вот эта льняная салфетка, которую мне высылал Т-декор. Из двух салфеток я сшила сумку, я вам уже её показывала, вот эту вот сумочку, это та же льняная салфеточка, здесь их две, сшитые между собой и получилась замечательная вот такая сумочка. Лёшик вернулся из магазина, сейчас посмотрим, что он там купил. Алексей Дмитриевич, привет! Привет, добытчик приехал! Да. Так, Лёшик вообще не любит ходить с тачкой, но я его заставила, но согласись, намного легче с тачкой, солнышко моё. Ну, как там погода? Отлично! Московскую погоду ты нам всё время привозишь, Лёшик. Вот прям чётко привозишь, холод, дождь, слякоть. у нас всё время солнце было, а вы привезли сахарок, это мы заготовимся к сезону. Потихонечку. Я когда иду в магазин, покупаю несколько пакетов сахара, чтобы потом... Куда? Ой, да выкладывай пока на стол, а я потом буду куда-нибудь, куда-нибудь притулю. Так-так, что там ещё у нас? А эти вон тоже сидят. Так, я вам вчера цельный рюкзак привёз. Сколько ты пакетов вчера привёз? 50. 50 пакетов Шеба Лёшик привёз. И два этих. И два роялка Нина. А, курочку привёз, кетчуп привёз нам для шашлычка. Ой, ты не одну курочку, это в морозильную. Три. Почём? 120. О, по 120 рублей кур. Но Лёшик же приехал. Да, Лёшик умеет, он всегда, когда приезжает, всегда какие-то скидки, вот умеет уже ходить в магазин. Друзья, я буквально позавчера была в магазине, не было таких цен, я вам клянусь. Приехал Лёшик, куры по 120, по 147, по-моему, были, я видела. Ну, 123 рубля. Ага, и водички купил нам, да? Ну, всё, чтобы 4 штуки их было. Ага. По акции по 40 рублей или 39, что такое. 36 даже, да? Вот такую водичку я люблю. У меня как раз вчера закончилась. Вот такая минеральная какая-то. Так, ну, это на терраску. И сумочку повесишь туда. Там я крючочек на терраске специально для сумки придумала. там ещё порядочек, конечно, надо наводить, вынести. Так, уже Монька или кто-то побежал туда. Ну, ладно, пусть. Не, пусть, он сейчас там будет заваливать всё. Сейчас он на полке захочет прыгнуть. Это же Моня. Вот, вот, вот. Пусть сидит, смотрит, уже тепло. Ну, тепло, я же его там не закрою, Лёш. Не надо закрывать его там, пусть. Так, тогда веранда нагреется, отсюда тёплый воздух. Кстати, друзья, я вчера выключала газовый котёл. Представляете, вчера было солнце и температура в доме была 22 градуса. И мы с Лёшиком спали без отопления. Встали, температура 20 градусов. Представляете, как держит деревянный дом температуру. Ну, а сегодня утром я включила на 45 градусов. Ну, чтобы это, солнца нет на улице. Короче, чтобы нам было комфортно. В общем, уже периодически в солнечные дни можно спокойно выключать отопление. Давайте, друзья, покажу, что я сейчас делаю. Лёшик опять поехал уже в светофор. Там привезли кошачий наполнитель по 200 рублей древесный. В том году по 170 он был сейчас по 200 рублей. И очень долго его несколько месяцев не было. Мы покупаем сразу по многу, по пакетам 5 громадных. В общем, Лёшик поехал, назад приедет на такси. Ну, и пока я его жду, вот я скотчем обмотала вот это кольцо. Здесь зафиксировала кончик, чтобы мне удобно было оплетать. И сижу прям вот перебрасываю, не отрезая нить, перебрасываю вот этот весь моток в колечко и вот так потихонечку обматываю круг, готовлюсь к плетению кресла подвесного. Но вот тут у нас жизнь удалась. Смотрите на это чудо. Сходила в сарай, взяла дров и сушу. Надо поставить даже на 50 хватит. Поставила на режим с вентиляцией и вот хочу подсушить немножко дровишки для костра. В прошлый раз мы еле-еле разожгли костер, чтобы пожарить шашлык. Очень сырые дрова, хотя они лежали в сарае. Вот. Сейчас подготовлю немножко их, пусть просохнут. Ну, а потом будем жарить шашлычок. Всех вас приглашаем. Так, ну вот, приехал Лешек выгружает. Пять штук купил. Шестой Анечка забрала по пути и завез ей. Вот такое такси у нас. Напомню, что у нас такси стоит 70 рублей в любую точку города Чеплыкин. Чеплыкин. И, друзья, у нас появилось солнышко. Посмотрите, какой мы тут с Анечкой порядочек навели. Теперь у нас здесь нет целины. Выйдем на улицу, я вам потом подробнее расскажу. Ну, а сейчас полюбуйтесь, как это смотрится из окна. Уже такой порядочек. Нет картона, нет камней, нет травы. В общем, две трети полисадника мы уже сделали. Ну, а здесь пока стоит плитка, ждет своего часа. Вот. И потом я здесь тоже также укрою землю, чтобы все сорняки пропали и потом вскопаем ее. В общем, картон нам очень-очень помог. Что, коты, смотрите, Лешика встречаете, да? Лешика встречаете. Смотрите, какого качества, друзья, наполнитель. Так вот, переверну древесный наполнитель лисковых пород. Прям очень хороший. Вот, Лешик таскает, сейчас в сарай все это снесем и потом как находка. Сначала сюда перенесем. Ну, да. Потом как находка. Я не люблю по одному пакету покупать. Вот мы купили по осени, я всю зиму пользовалась. у меня еще половина вот такого большого пакета. Вот, смотрите, как цветочки здесь оживают. Пиончики, вот нарциссы. Вот этот вот цветок, не знаю, как он называется, пошел в рост. Ирис, но необычный ирис, тоже пустил свои зелененькие росточки. Ну, коль я уже вышла. Леш, не закрывай, я сейчас покажу, что мы тут понатворили с дочерью. Ой, друзья, было тяжело, хочу сказать, но картон помог. Вот такую площадь приходила дочечка мне помогать. Мы вскопали. Оказывается, здесь, Лешик, ты видел, я отмостку нашла? Я ее отрыла. Конечно, она не ахти какая, все это будем переделывать, но она здесь была. Вот, очистила здесь вот все под фундаментом. Вот эти помоечные, помоечный лилейник я выкину. Ну, со временем. Да нет, сейчас буду выкидывать. Вот здесь вот кучу вот эту еще убирать надо. в общем, домик, вернее, придомовая территория у нас уже преображается. Здесь засеяла, я на Вальберис покупала, во-первых, смесь сегиратов, там даже горох был, фацелия, овес и горчица. И отдельно покупала еще овес и горчицу. все это намешала и все вот пятого числа мы здесь копали. Потом я засеивала и все это граблями ну, на Украине говорят скородило. Я не знаю, как здесь это называется, но, в общем, граблями все это разравнивала и вот ждем входы. Здесь будет, наверное, красиво. Солнышко. Да. Это у вас известная личность Почеплыгина. Да. Да, водитель такси приехал сюда к этому дому. О, а я, говорит, смотрю ролики вашей супруги. Да ты что! Да, когда, но только, говорит, меня вязание не интересует, а, говорит, когда про дом, про участок, мы, говорит, всегда смотрим. Да ты что! А я смотрю, ты с ним как-то распрощался, так прям, как будто ты вот еще лет знаешь. Я еще и подумала, что это такое? Вот это да! Ну, приятно, приятно. Так что, таксисты у меня уже это, знакомые, да? Ой, представляете, друзья? В Москве меня мало кто знал, зато теперь здесь все знают. Так, что еще? Вчера я, друзья, посадила лук-сивок. Сейчас я вам покажу. Капусту в этом году, наверное, и сажать не буду. Вот, вот эта вся площадь, вот эта вся площадь, это засажен лук. Вот здесь вот, вот, мои следы, видите? Я здесь палочку поставила, что здесь можно посадить еще кукурузку. Рядочек вот здесь брошу, потом, но ее еще рано сажать, в конце мая, или, ну да, в середине, может быть. Посажу кукурузку. Если вы помните, в прошлом году у нас здесь сивок был, а вот здесь росла капуста. Какая-то на нее моль, или, как называют, бложка какая-то, в общем, я не знаю, вся напала. У меня еще вся она в банках, я закрывала с аспирином, так что даже на следующий год она есть, и в этом году я сажать ее не буду. Может быть, пару качанчиков посажу, на, ну вот, просто там на салатик. Вот, еще, не знаю, сегодня получится или нет, нужно купить, вот, полиэтилен с Лешиком все это сделать, но я не тороплюсь, друзья. Хоть весна и ранняя, но это все обманчиво. Еще могут быть морозы, еще все может быть. Полиэтилен купить надо. Да, полиэтилен купить надо, конечно, все это убрать и новый поменять. Может быть, сегодня даже, Леша? Сейчас я и займусь. Ну, не сейчас, сейчас нам надо, знаешь, что сделать? Пока про это молчу. Почему? Пока молчу. Вот. Вот, смотрите, вот это вот все засохло, друзья. Не успела я оглянуться, как вот эти все кочки паз засыхали. Граблями надо обработать, но уже невозможно. Теперь жду дождик и потом пойду все это граблями ровнять. Может, я давай этот культиватор? Нет, ты не сможешь. Нет, культиватор при чем? Культиватор это копает, а нам нужно граблями. Вот здесь я вчера все руки отбила, здесь же тоже все такое сухое было. Прежде чем лук сажать, нужно было разровнять эти кочки и было уже, друзья, очень-очень сложно. Ну, ладно, Леша, тогда давай это, чайку попей, и я попью. Вчера я пирог делала насыпной с яблочками, сейчас вам тоже его покажем. Там где-то даже подобие солнышка вроде как хочет, но вот сегодня совсем другой денек, друзья, совсем. Ну, нет. Объясню потом, почему. когда солнышко лучше, намного лучше. Я вчера и лук сажала. Куда тебе тут таскать, класть? Ой, Леша, куда-нибудь, там тоже порядок надо наводить. Как-то так пристрой его, чтобы, ну, не очень мешался куда-нибудь вот в тот угол. Так, ну, а я пошла тогда чайничек ставлю и будем пить с тобой чаек. Потом опять в магазин за полиэтиленом и, может быть, сегодня сделаем теплицу, обтянем. Тогда, видите, как планы меняются на ходу. Вот. Так что, ну, а потом сашлыки, друзья. Не переключайтесь. Ну, друзья, мы чаевничаем. Хочу вам показать, какую Лешик вчера вкуснятину привез из Москвы. Ну, давай, рассказывай, что за колбаска, то я и не выговорю. Это сыровяленая колбаса сельчичон называется Рублевского Московского мясокомбината. Вот Лешик ловит акции и покупает по акциям. Друзья, это просто очень вкусно. Не вкусно, а очень вкусно. Там натуральное мясо, колбаска дорогая, но, опять, я вот сегодня посмотрел в Чеплогине, 350 грамм кусочек, 580 чем-то рублей стоит без акции. Ну, в Москве также это примерно стоит, но я покупал вот за 290 рублей. Вот. А тут акций никогда нет на вот эту колбасу. Есть разница? 200 чем-то рублей получается, да? 50 процентов. Вот. Два раза. Так что я ем эту колбасу, когда Лешик привозит. А вот мой пирог. А я ем пирог, когда приезжаю. Да, вот мы с тобой это, Даш-надаш, да? Аленка всегда мне пирожок делает, она знает, я ж Плюшкин, любитель. пирог насыпной с яблоками, купила много вот яблок, вчера глянула, не съем, думаю, надо этот пирожок испечь. Друзья, все то же самое, что я показывала в рецепте, здесь, как говорится, все по три, так и называется видео, по-моему. Но сейчас я, когда тру яблоки, я в них добавляю еще пару ложек сметаны, очень вкусно получается именно со сметаной. Тут стакан сахара, стакан муки и стакан манки и чайная ложка соды. Все это в сухую перемешивается, выкладывается один стакан потом этой смеси на сковороду, смазанную маслом, трется яблочко, слой яблока, ну, яблоко, повторюсь, я добавляю сметану, потом еще одним стаканом этой же смеси сверху засыпается, потом опять яблочко и еще вот остатки смеси сухой. И сверху тру немножко масла грамм 100 или можно маргарина, прям сверху на терку тру на этот пирог. Все, 40 минут в духовке и очень вкусно получается, быстро и просто. Сейчас на улице огородные дела, много нужно сделать, поэтому выбираю вот такие быстрые-быстрые рецепты. В общем, пьем мы чаек, к нам подтягивается Анечка. Что ты думаешь, что так крупная? Тут, наверное, я не уменьшила. Вот, и уже сейчас вывалим на улицу, подкрепились вкусняшками. Теперь пойдем немножко поработаем. Ну, что, друзья, добрались мы. добрались мы. А я все вручную пилила. Не было пилы когда-то. Пыль. Пыль. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Должна упасть эта ветка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот Сейчас упадет Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот показываю ее ноги Тяпку Досаживаем Лук у меня вот столько Осталось немножко Лешек здесь Там оставь Да, там буду ходить поливать Лешек здесь убирает Старый полиэтилен Купил сегодня он Полиэтилен новый Не знаю получится у нас Сегодня Или не получится Теплицу затянуть А я занимаюсь Костром Да, хочется уже кушать В общем Достала я дровишки С духовки подсушенные В прошлый раз Я же говорю Мы намучились Санечкой Вот Сейчас попробую разжечь Вот это кострище Пригодился мне Вот этот розжиг Для костра Пятерки покупала Ну вот Сразу видно Что дрова Сухие У часика где-то Я посушила их В духовке Вот принесла здесь В ведре с духовки Пусть костер Пусть костер Прогорает И потом будем Жарить здесь Замаринованную Курочку Шпулька Девочка моя Ты в окошко Смотришь Да В окошко Шпулька Смотрит Ты моя Красавица О, и Монька Надо закрывать окно Иначе сейчас дым Что-то я забыла Про то, что окно Открыто в ванной Вон уже какое кострище А то сейчас дым Пойдет в дом Вечером неудобно Будет спать Монька Желтоглазик наш Желтоглазик Дымом воняет Воняет дымом Да Желтоглазик Готово дело Попилила я в прошлом году Сливы здесь Но как могла Обычной пилой Естественно остались пинки Вот сейчас попросил Алешека Чтобы он Спилил эти пинки Что-то Заподлицо Я почему Потому что земля Я не могу Ну да Ну хотя бы не так Спотыкаться Смотрите Как лучок подрос Сейчас мы его В шашлычок Пристроим Когда будем кушать У нас Солнышко Вышло Красота Распогодилось Немножко Анечка Там А я скоро Буду Шашлык Жарить В решетке Заскоро Прогорит И можно будет Заправлять Решетки Ну что Дошло дело До шашлыка Вот такая У нас решеточка Очень удобная Если бы Сразу сообразила Шампур бы не покупал Балюшек Потом Купил вот эту решетку Ну без опыта А что блин Вот Так что Вот жарится Пока вот такой У нас самодельный Мангал Да Лешек Мы пьем пиво У нас Выглянуло Солнышко Петухи Кричат Аня там Досаживает Лук Вот вам Показываю Как смотрится Стульчик На улице Стульчик Солнышко Скоро будем Садиться Кушать Вот такой У нас Сегодня денек И поработали И отдохнули Контент Друзья Наш шашлык готов Очень вкусные Огурчики Здесь у нас Салат Как грибочки Из кабачков Не помню Там что-то Перец Может быть Еще что-то Лешек Уставший Мы сейчас Будем кушать Анечка Как всегда В своем Репертуаре Показываю Ее только Ноги Она отошла В галошах Да Красивые Длинные Ноги Вся в папу Вот Мы садимся Кушать Мы вам Всем желаем Приятного Аппетита Спасибо Что были с нами Посмотрели Наш день Ну а мы с вами Прощаемся До скорых встреч Пока 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 Ай да Ленка Субтитры Субтитры